Здесь голубой, правда, нету, здесь у нас красненькие, вот беленькая и бежевенькая. Вот беленькая мне больше всех нравится, для хвостя мубарок, а все-таки знаменательно. Здесь голубые полы, ну, ковровое покрытие, голубое, очень красивые тоже с голубизной, серезной такие стены, да, ну, везде, конечно, мрамор, под потолок золото, кусочки из Курана, из молитв, там, ну, вот если получится открыть, я открою обязательно, красивое освещение, большие люстры. И, конечно, вы знаете, что через центральный вход, через мечеть заходят только мужчины. Женщины-мужчины через одну дверь не имеют права входить, это не уважение, мусульманцы так. А женщины заходят с другой стороны мечети, там тоже ворота и там дверка, она должна быть и открываться. Ну, вообще, могу сказать, так как в шарме, в принципе, людей, вы, наверное, заметили, что став, работающий с вами, я имею в виду в отелях, вообще, в принципе, практически одни мужчины. Заметили же, да? Они задавались вопросом, ну, почему? Почему? Скажем, почему, да. Хотя они здесь есть, женщины, вы просто не замечаете их. В школах, в спа-центрах, в больницах, они есть, вы просто не совсем концентрируете внимание, периодически вы их не видите. Потому что это восточная страна. Для восточной страны не очень красиво считается, когда женщина, девушка, девочка, женщина работает в туризме. Это как бы не очень хорошо, потому что это соблазнение, проследить за ней не могут. Может, она и молодец, но так как вы все видите, такие короченькие юбочки, маечки, девочки в купальничках, как бы это не очень хорошо для религиозной темы. Поэтому они стараются, чтобы женщины не присутствовали в туризме. В Капатяне немножечко есть, потому что страна большая, людей много и работают все равно в инфарнате. Вы же понимаете. Вы, кстати, знаете, сколько на данный момент жителей Египта поедут? По 100 миллионам, 110 миллионов, 110 миллионов жителей. Кстати, правильно говорят, да, последние данные 110 миллионов. В одном Каире почти 24 миллиона, может, даже чуть больше. А вот и тенденция к росту населения, да? Вообще у нас президент, президент как-то говорил по телесу, что надо немножко, как он сказал, успокойтесь, да. Мы очень любим Рукову. Это, кстати, выражение египетское, подождите, угомоните. Да, ну, я могу вам сказать, вы знаете, восточный народ, они все любят деток. У них понятие семьи, вот должно быть их много. Они должны вокруг вас бегать, что-то делать, ломать, кричать, их должно быть много. А что будет потом? Бог рассудит. Ну, бывают богатые семьи, для них это нормально. А бедные семьи, ну, вот как-то, ну, вот, осталось до сих пор, это традиция давнишняя. Ну, молодежь, говорят, уже немножечко это, некоторые уже тормозятся. Уже тормозятся, но руколу мы любим. Вы знаете, что такое рукола, да? Действия руколы знаете? Я в медработике сегодня вам расскажу, сегодня скажу, почему в зеленой аптеке так вам рекламируют масло руколы. На самом деле оно же еще и полезное, это правда, теперь все, кроме шуток. Кроме того, что это мужская сила, действительно, это женское похудение, девчатки же любят у нас вот это резко там скинуть пару килограммчиков, витамины не теряете, худеете, это волосы, за волосы отвечает рукола, и ногти крепчают прям. Есть другие чудеса, я потом вот это все вам расскажу, надеюсь, вам будет интересно. Есть древняя египетская поговорка, просто я вам перевожу с арабского на русский, так как я знаю арабский, если бы женщина знала секрет рукола, она бы сажала ее под кроватью, вот так говорят египтянки. Пойдемте со мной. Я вам сегодня расскажу, что египтянке расскажут. Так как мне, наверное, одно из немногих, есть такой момент, что я могу перевести все, что они говорят. Это очень интересно. Это в районе, в другой стране, нам все это интересно. Мне просто заплатить ответ уже, как бы, обычный. Да, это мы все. Видите, они даже еще зелье досаживают. Эй, притя, для туристов, еще не трое достаточно. Притя, где вы видите, что у них есть, да? Прямо. И все, опять же, нам не надо. Да. Идем, пойдем, пойдемте, гуляем, фотографируемся, пойдемте, я вам покажу, где хотите собрать, у меня уже шапп Shel. Вот это было до 9 до 7. Вам видите смешиные? Да. Так, по-моему, здесь у нас в утечении, по-моему, в утечении, здесь, по-моему, в воде и настрации, Продолжение следует...